Всем привет! Вы на канале Наша Жесть в Америке. Your life is my life. И сегодня мы едем в магазин Таргет. Ну в общем в магазин мы собственно едем, чтобы купить подарочную карточку. Ну еще мы хотим заскочить, купить каких-то продуктов. Вот и в общем Таргет для нас магазин не то чтобы новый, но мы в него хотели... Обычно там не покупаем. Мы в него ходили только как на экскурсию, чтобы купить или карточку, или так побродить, походить, цены посмотреть. Потому что ну это магазин не самой интересной ценовой категории, скажем так. Просто дорогой магазин. Ладно, пошли в магазин. Пошли. Ну вот мы собственно уже в магазине. Нам тачка нужна. Тачка? Ну пойдем возьмем тачку. Берем тачку. Зато у Таргета очень модные, красивые, ни на кого не похожие тачки. Вот такие вот, пластмассовые, со своим логотипчиком. Стенка открыточек к Пасхе. Это здесь отдел есть CVS Pharmacy. Нет, это косметика CVS Pharmacy. Мы приблизительно знаем, в какой стране в этом магазине что. Но ни разу в нем... Очень приблизительно. Нет, ну не очень, нормально. Но вот где молоко, например, понятно, что где-то в холодильнике. Так, идем, идем искать молоко в холодильнике. По-моему, оно вот там вот в открытии где-то стояло, куда-то я видел. Яйца есть, найдем, а вот молоко стоит. Так, значит, мы берем молоко с каким-нибудь процентом жирности. Стоим, чтоб не мешать. Так, какое-то будет у нас молоко. Вот такое мы, по-моему, ОТД набрали. Оно все ОТД. Зайка, я вижу, у них везде только цель на это, а вот это обезжиренное. Обезжиренное мы совсем не хотим. Вот низко-жирное 1%. Берем 2%. Ну, в общем, вот 2% на 3,99. Эта цена значительно выше, чем в Коста, в Sam's Club или даже в Smart and Final. Да. Так, сейчас покажем срок гарантии, у нас люди спрашивали. Гарантия, годность. Да, гарантии, блин, что-то это я. Вот так вот, срок годности 10 марта, а сегодня у нас, мы сказали, 23 февраля. Так, ну, вот что оно из себя предполагает. 2 галлона? Давай возьмем 2 галлона. Значит, берем еще один галлон, такой же с синей крышечкой 2%. Опа. А вот с этой, там какое-то вот еще молоко есть. Сейчас я посмотрю. А, это обезжиренное с темно-синей. Мы берем с голубенькой 2%. Так, еще что-нибудь берем? Тут вот какие-то йогурты, шмогурты. Ну, это нет, наверное. Не берем. А, ты говорила, авокадо там хотели посмотреть. Ну, идем посмотрим. Это мясо? Это не мясо, это какие-то остатки мяса по сравнению с тем, что продают. Так, ну вот грудка посмотри, вот смотри грудка. Такой лоточек вот. 2,49 за паунд? За 1,75. За 1,75 обычно, наверное, да? Получается на 75 центов паунд. Это получается процентов на 30, 1,75 и 2,50. Так, ну что, едем? А, в овощи пойдем? Ну, пошли посмотрим. Нам надо авокадо, да? Так, ну давайте посмотрим на банк. Значит, здесь банан можно купить каждый за 29 центов. А в магазине 99 центов паунд бананов стоит 49 центов. Да, они какие-то деревянные, но это, в принципе, не подлинные. Они очень деревянные. Авокадо очень зеленые. Сколько они стоят, зайка? 4,99 за 4 штучки. В общем, я вам могу сказать, что это очень-очень дорогой магазин. Зай, мы такие не будем деревянные брать. Они, пока они созреют, мы съедим те, что купим через неделю. Так, что мы берем? Лук? Ну, он по такой же цене купили где-то, 99 центов. 99 центов. За паунд. Ага. Пойдем салаты посмотрим. Надо нам, не надо? Давайте посмотрим, что у нас по салатам. Салат у нас органик. Почему? Ага. 7,99 за маленький шпинат. Маленькие листики. Да. 7,99. Мы его за сколько покупаем? За тысячу. Да нет. Хоть не нужно здесь. Вот хватает. Два раза дороже. А, ну вот, смотри, похожий. В общем, это типа органик. А что значит два офф на него будет? Скидка. Будет скидка. То есть он будет стоить 5,99. Ну, а этот вот какой-то конкретно завявший какой-то. И намного меньше упаковка. Как будто его уже кто-то ел. Гораздо меньше упаковка, чем вкусный. Что мы еще? Давай вот посмотрим сколько капуста стоит. Вот мы салат покупаем такой с капусты резаный. Вот. Нет? Это с брокколи уже. Просто-просто салатик. Вот этот вот посмотри. Это Корея что-то написано. Там я не корейский покупаем. Сереж, так где жирить? Надо же понимать, что делать. Здесь видно, что гораздо меньше упаковка. Очень маленький упаковок. Нет, так просто сравните и привести к одному знаменателю, как говорится. Ладно, идем так. Зайка, вот грибы. Нет, совершенно цель. Подожди, нет. Просто показать, сравнить, чтобы понять сколько здесь грамм я не вижу. Вон, 220. Где ты случился? Вот, 227 грамм. 227. Значит, смотрите, 227 грамм стоит 2019. Последний раз я покупал грибы сколько? Там 680 что-то, да? За 3. То есть, получается, вот они как раз в 3 раза меньше или в 3 раза дороже. Ну, возьми что, перцы берем, да? Возьми перцы. Ну, давай. Покупаем 3 перчика. 3 перчика будут стоить вот так вот. 3 доллара. Ну, это, в принципе, получается дороже, но похоже. Дороже, но похоже. Вот, смотри, есть авокадо поштучный. Можно найти, наверное, более-менее мягенький. Вот, короче, увидели случайно авокадо по 79 центов. Смотрите, по 79 центов, и они уже такие, которые можно кушать. 3 штучки, наверное, да? Да, я думаю. Держи. Берем 3 авокадо. Ну, можно купить помидорчики. 1 помидор – 1 доллар. Давай, Лимон, и посмотрим, по чему. Ну, там на ценнике. Лимон 69 центов. Да. Это получается… Ну, тоже более-менее нормально, да? Мандаринки давай возьмем. Берем мандарины. Какие хорошие? Прям с коробочками, кажется, нужно. А зачем нам коробочку? Нет, коробочка, но не надо. Нет. А сколько стоят мандаринчики? 4,99. Или это апельсин? Это апельсинный 4,99. Там мандарины? Мандарины оказались бесценными. А, вон цену у меня, точнее. 4,99. А тут… 1,99. Чё, другие? Эти более рыжие? 2,99. На мандарины распродажи. Давай 2,99. Всё, гладко, красиво. Ценник хороший, да? Водитель употребил. 2,99. Берем 2 мандарина. Я, кстати, хочу пересмотреть, чтобы они были. Давай в сторону отъедем. Просто иногда бывает, может, все, кто попасть, и сами знаете неприятно, какой-нибудь мандарин. Поэтому мы тогда и поедем. Смотрим, что было нарядно. Так, апельсины не будем брать? Я не знаю. Нет, наверное, не будем. Не будем? Ну, наверное, вкуски-то. Что ты ещё хочешь? Ну, посмотрите, чтоб сказать. Давай вот посмотрим для любителей холодного кофе. Давай. У меня спрашивали про кофе, но я сегодня хочу вам показать вот такие вот кофейные напитки готовые, которые покупаете охлаждёнными. Ну, так как у нас жарко постоянно. Вот. Холодный чай написано. Ну, это холодный чай с молоком. Затем покажу его состав. Вот такой вот интересный холодный чай. А это эспрессо. Младкий джек. Ну, прикольная стеклянная бутылочка, смотрите, с капитанской шапочкой. Вот такой вот состав. Интересные кофейки здесь, да? Холодные. Да. Бутылочка славная. Ну, давайте купим кофе для бутылочки для масла. Бутылочки очень красивые. Тут у меня паспорт маленького хулиганчика. Да. Так. Ну, это не отсюда просто. Я не хочу кофе красиво себе сделать в своём полотенке. Ну, и вот такие вот. Смотрите, видите, эта баночка стоит 2,49. В общем, ну, как вам сказать, не то, чтобы это... Вот эта упаковочка из 4-5. Дорого, да? В общем, сиденье стоит, да. Как бы, я считаю, что очень дорого за баночку. 3,25. А это вот старбаксовский. Нет, я нижняя спрашиваю. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот такая вот упаковочка. Четыре баночки. Поскольку это баночка интересная. По 6,5 зос. Это очень. 768 миллилитров короче из 4. Вот. То есть она будет 6 долларов. 102 миллилитров. Короче, на стакан. Я про вот эти бутылочки. Смотри, всё время берут родителям на патинку. Очень модные такие. Нет, вот тот размер. Ну, она чуть-чуть меньше получается. Сколько на столько? 5,89. 5,89 за 4. Ну, плюс же ЦРВ ещё. Да, чуть-чуть. Да, да. Вот. Вот такие старбаксовские. Они очень модные. Очень частые бутылки пьют. Слишком пойдём там. Я ему дымся. Наши хочу дымся. Больше нет. Потому что там дождь пойдёт на патинку. Надо чем покажить. В кофе. Наши дети немножко. Особенно Катаришка. Она немножко расстроилась, что Антоша идёт на слеповый партий. Их пока ещё не в том возрасте. Их не забудут на такие вечеринки. Ну, Антоша, получается, в прошлом году в таком возрасте ходил? Ну, в тишу. Давай. Давай. Зато Катарина больше ходила на день рождения, когда была маленькая. Я здесь не проеду. Мне надо объехать. Оставь здесь тачку. Давай здесь. Ну, давай. Оставляем тачку. Мне кажется, ей обидно вот именно, что они ночевать. МНД будем покупать? Да. Смотри. Есть с карамелью и есть с орешком. Обычно с шипарабой. Какие у вас? Я бы, конечно, взяла с карамелью. А я бы с орешком. Значит, берём два. Ну, давай два тогда возьмём. Значит, давай, наверное, вот такой вот. Ореховый, да? Как с карамелью. У него, значит, пакет 9,39. Сколько, скажи, зайка написано? А килограмм стоит 90 грамм? Килограмм стоит 90 грамм. Ну, МНД состав, я не знаю, надо ли показывать. Все, наверное, его состав знают. Везде он одинаковый. Да, он везде будет одинаковый. 140 калорий на сколько? На 28... На 12 кусочков. Зайка, 12 МНД, 140 калорий. Не расстраивайся. Вот после того, как мы вдалим... Я закрыла уши, котик. И какой такой карамель? Давай. 9,39. Вот такой вот патисай. 9,39. А дети любят карамельные или нет? А то сейчас я буду одну... Он стоит... Он килограмм. 77 грамм, посмотри. Я правильно понимаю. Да. Ну, а этот... А этот больше. Килограмм 190. Вот так вот. Ну, эта цена такая получается где-то как в Костке. На 60 центов дешевле, чем в Костке, если что-то. То есть, вот... Ой, какие милые. Хоть как бы магазин сам по себе и дорогой, но некоторые товары, видите, получаются немножко подешевле. Морковки нет. Вот такие вот пасхальные морковки. Очень будут, конечно. Здесь мы не будем на Пасху закладывать. Четыре доллара. Ну, конечно. За долларом в центах будет. Да, я тебе скажу. Мы детям на Пасху делаем. Мы прячем яички везде. Мы раскладываем морковочки зайчиков. Четырочек. И они все утро это ищут, находят. Потом почему-то шоколадных зайцев ем только я. Блин, ну вот этот вот заяц очень красивый. Он, видимо, пустотелый, потому что он достаточно легкий. Ну, блин. Я бы вот такие штучки смотрю. Вот эта вот фирма Годзилла. Это что-то модное. Я не знаю. Я не в теме. Кто знает, расскажите. Но это, по-моему, какой-то или шоколадный бренд, или что? Заяц, смотри. Я не знаю. Это очень красиво. Я бы, может быть, хотела положить, ребята. Ну, блин. Так, в верхнем даме смотри. Вот такой вот модный заяц. Попрыгается. Ничего на нем не понятно. 113 грамм. А вот еще, смотри, какие-то зеленые мандемсы. Какие-то зеленые мандемсы. А, это пасхальные. Пасхальные мандемсы, я ведь. Блин, дайку не уронил. А еще вот такие вот есть. Такие вот шоколадные зайчики. Что-то, в принципе, похоже на это. Такие вот шоколадные овечки. Ну, как получилось. И шоколадные вот такие утята. Почем это все было? Где цена? 3,99. 3,99. Такие раз по морозу, получается, чем в центре. Да. Поэтому мы в центре заходим. Да. Пойдем еще шоколад посмотрим. Хватай тачку. Так, ну давайте еще вот вам жвачки покажу. Все знают, наверное, Orbit. Блин, какая большая упаковище. Так, только взять его цена. Так, Orbit стоит 2,69. Как-то цена очень такая приятная. За 8 штук. Это там, я так понимаю, он будет в этих, в таких, ну, короче, не в пластинках, а в подушечках, вылетело слово. Так. Повесим его назад. В общем, весь Orbit стоит 2,69. Кто какой любит? Я больше всего люблю вот такой. Bubble Gum. Ну, этот какой-то легкий. Что здесь у него? 42 штучки. 42 штучки здесь Orbit. Так. Ну, и вот есть всякие другие. Тик-таки. Ментосы. Ментос 3,29. Ну, какие модные чупа-чупсы заряжательные. С держалкой, короче. Чупа-чупс с держалкой. Так. Это вот такие ментоловые леденцы. Очень модные и популярные в Америке. Так. Ну, а это вот пошли всякие жевательные ментольчики. 212 грамм. 6,99. Orbit. Смотри. Это вот там маленькие, там маленькие подушечки. 6,99. Сколько? 180 подушек. Такой пакет прикольный. Вот. Ну, и куча-куча. Всяких других. Вот такую жвачку. Вы наверняка знаете. Double Mint. Значит, три упаковочки здесь. А стоить они будут. А я не знаю, сколько они будут стоить. Не видно нигде Double Mint. Внизу 2,69. Где? А, вот. 2,69. То есть это получается на 3 под 90 центов, грубо говоря, за упаковочку. Ну, вот такие вот жвачки. Идем дальше. Что мы еще хотели там посмотреть? А, шоколад пойдем посмотрим. Давайте посмотрим шоколад. Кстати, в Америке как таковой шоколад в пластинах очень, можно сказать, редкое зрелище. Кстати, я прибывала в этом. Киндер. Начали продаваться. Их стало больше и больше. Ну, здесь киндер очень... А, вот этот 4,29. Ну, вот мы точно такой же киндер покупали буквально пару дней назад в $3 по доллару. А здесь он получается по $50. Да, шоколад им отдам сюда прикольно. А я где-то, по-моему, показывал уже его или видел. Я не видел. Так, сколько здесь? 107 грамм. $79. Вот такой он. Не самый дешевый. Тоже $79. Тоже 100. А в этом 110 грамм. Интересный шоколад. Ну, вот как я вам говорил, в принципе... Сломался ничем. Яйца. Яйца чуть не разбил. В общем, шоколад в пластинах в Америке это редкость. Чаще в Америке можно купить вот такие вот... Да, сейчас я покажу. Но я хочу остановиться. Чаще продаются вот такие маленькие шоколадочки. Вот в таких вот упаковочках. Вот, например, это будет стоить $479, вес $160. Так. Или вот такие вот небольшие упаковочки конфеток шоколадные. А еще шоколад продается вот в таком... Да. Вот в таком виде. Вот. То есть он бывает соленый, бывает с орешками, бывает там с мятой, вот например. То есть это такой вот ломаный шоколад. Опять же за это смотри. Горький, молочный. Покажи вот этот красный. С разными наполнителями. Нет. Идем. Ну вот так вот идем. И показываем. Значит, смотрите, он стоит от 9,5$ вниз до 7,5$. Почему я на этом красном? Мы покупаем в Косте. Это такая маленькая упаковка, она 7,49$. 283 грамма. А мы там килограмм покупали. Килограмм с чем-то покупали за 11$. Ну, в общем, магазин Таргет очень-очень дорогой. А вот смотрите, еще какие шоколадные флипсы. Ну, вы же знаете, что такое флипсы. Ну, вот теперь мы знаем, что такое флипсы. Значит, стоит 212 грамм. То есть это, я так понимаю, печенье в шоколаде будет. А вот орешки в молочном шоколаде. Цена 2,79$ за 255 грамм. Мы в Костке покупали миндаль в шоколаде, да? Да. По-моему, очень вкусный. Надо будет показать вам. Вот. Ну, то есть, вот как итог. Быстрее вы купите в Америке вот такой шоколад, нежели вот такой. Ну, и вот опять же, вернемся, так сказать, к нашим баранам и к нашим ценам. Вот такая вот шоколадка. Этой же фирмы. Этой же фирмы. Она вот точно так же выглядит в центах. Вот точно такая шоколадка стоит 99 центов. Здесь она стоит 2,99. В чем разница в том, что кто-то любит ходить? У меня только что созрел экономический балл. Ну, мы купим шоколадки в центах и сдадим их в таргет. И сделаем на ценку не 300 процентов, а 200, да? Да. И вот на эти 200 процентов и будем потихоньку уже. То есть, вот точно такие же шоколадки. Покажи еще орел. Я первый раз вижу шоколад. Вот, кстати, шоколад, который вы тоже все знаете. И я думаю, он стоит в Беларуси, я не знаю, сколько стоит. Я думаю, вернее, я хотел сказать, я думаю, что он есть в Беларуси сейчас. Ну, значит, здесь он стоит 2,59. Но даже в Джонсе я, по-моему, видел этот шоколад дешевле. Да. Джонс – это тоже дорогой магазин, но, тем не менее, по-моему, там он был дешевле. В Джонсе зато есть шоколадки мелко. Вот так. Шоколадки мелко – это круто. Смотри, шоколад Орео. Я первый раз его вижу. Шоколад Орео – это интересно, да. Кэнди Бар. Шоколад Кэнди Бар какой-то. Ну, я думаю, что это не чистый шоколад. Милко. Блин. Вот так, да. Вот так. Как интересно. Это не шоколад. Это что-то такое. Да, это шоколад. Супер шоколадный. Возьму, зайка, подниму, засуну. Вот так поставлю на место. Так. Ну, все, куда двигаем. Все шоколады посмотрели. Вот этот шоколад будет вкусный. А, шоколад. Это печенье, блин, наполовину с шоколадом. И орехами. Вот. И стоит 1,69. Но он, конечно, вкусный будет. Да, в конфетке. Так же все тоже. 2 за 8 долларов. Ну, это тоже дорого. У него в Волмарте, в Волмарте вот этот вот шоколад будет гораздо дешевле. Значит, здесь 240 грамм, 2 штучки за 8 долларов. Вот. Вот. Но в Волмарте я точно видел такой шоколад. Он гораздо дешевле. То есть. И опять же, вот смотрите. Опять же, вот видите. Вот он. Черный шоколад. Черный шоколад с орехом. Черный шоколад с ментолом. А мы же покупали. Это интересно. И с морской солью тоже очень интересный. И вот молочный шоколад. И что интересно, что... Да. Что интересно, что преобладают черные шоколады с большим содержанием какао. Вот. Ну и вот эти пакетики, что я вам показывал. 4,79 за 180, за 140, 150 грамм. Вот. Так в общем. Бегло осмотр Таргета. Говорит о том, что... Да. Это не самый дешевый магазин для покупки продуктов. И в общем... Конечно, если он у вас рядом с домом и вам горит. То можно быстро что-то купить. Но все равно надо как-то осторожно. И в общем другой раз может лучше потратить лишних полчаса времени. Да. Ну, спой нам песню про майонез. Нет, это Саша споет уже. Чем он там управляет? Нет, миром... Миром правит майонез. А, нет, подожди. Ведь в России правит Путин, миром правит майонез. Так уральские пельмени, кот, расскажи, что за уральские. Короче, смотрите уральские пельмени, напишите в YouTube уральские пельмени, майонез, и там будет очень веселая песня. И видите песню. Она у нас гимн Нового года. Да. Ну, в общем, майонез по разным ценам. О, майонез мачо. А он невкусный. Мы как-то покупали, у него особо такой специфический. А какой вкусный майонез вот здесь, чтобы показать? Из вот этих вот я бы купила Best Food. Вот этот, да? Который я здесь. Сейчас покажу мою майонез. Вот этот, который рядом стоит. Значит, вот такой вот Best Food. Вот он еще в маленькой баночке. Значит, маленькая будет 2 за 7, а большая 5,89. Значит, в большой банке, что у нас тут, давай покажем. В большой банке почти 2 литра. И давай состав покажем. Вот. Ну, мы майонез используем, как вы видели, вот недавно в рецепте. Только для рецепта. А так в салаты мы уже отказались от майонеза. Мы используем такие типа синий сыр. Вот сейчас покажем там дальше, да? Покажи, пожалуйста, вот этот рядом стоящий майонез. Ой, какой он тяжелый. Неудобно вижу ставить. Вот этот майонез, который стоит на самой нижней полке. Вот этот? Ага. Да. В общем, я не знаю, но это на мой взгляд, да. В общем, это вообще не майонез. У него какая-то вязкая структура, которая на сопли похожа. В общем, это... Ну, это своеобразный майонез. На очень большого любителя. Мы сейчас для салатов пользуем вот такие вот... Ну, вот, баттермилк. Ага. Мы же покупаем баттермилк. Просто это маленькая упаковочка. Мы обычно берем галлон или полгаллона вот такой вот заправки. И они очень такие, ну, прикольные. Это не сметана, не майонез. Это какой-то... Это какой-то баттермилк. Ну, мы думаем, что... Это смесь. В общем, здесь 473 грамма. Стоит 3,09. А мы за такие деньги, наверное, покупаем галлон, да? Давай еще огурчики сравним с центами. Не, а давай огурчики не будем сравнивать. Потому что мы про огурцы сделаем отдельно прямо. Не, с центами сравнить просто маленькую баночку. Сколько стоит. Ну, вот, смотри, 2,59. Вот, например, в центах мы покупаем вот такую баночку. Но, может быть, только другого бренда. И здесь она стоит 2,09. Нет, 2,09, да, стоит. Это непонятно, сколько стоит. 2,59. Она где? А, так, оценник взять, наверное, написано, что у вас... А, вот, да. 2,59. Так, а мы за такую же баночку, наверное, доллар платим, цент, да? 400... Ну, но я имею в виду по весу. Порядка 400 грамм. Ну, что, двигаем дальше. Все знают вот такой кетчуп Кейнс. Здесь он стоит 2,99. Центок он стоит... 99 центов. Здесь есть очень большая банка. Ну, так она и стоит... Что-то у меня с ним какая-то гиганка манья. Меня впечатляет по шее. В общем... Вон, все в пасхе сколько. Сладостей всяких. Пасхальные яйца какие красивые. Всякого декора хватает. Посмотри, как это мило. Пошли, зверушка ты моя. Так, ну что, куда мы еще идем? Куда мы еще идем? На кассу мы уже идем. На кассу больше ничего не идем смотреть? В общем, в этом магазине можно купить технику бытовую. В этом магазине можно купить обувь. В этом магазине можно купить одежду. Все можно купить. В этом магазине можно купить электронику, технику. Игрушки. 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 Да, ну, наверное, давайте... Сегодня просто, как я говорил, у нас не очень много времени. Заскочим в другие... Глазим? Заскочим в другие отделы и... Немножко позже. Просто обозреем этот магазин. Немножко, кстати, покупали. Игрушка подушка. Вот она стоит 10 долларов. То есть она одна на постель, Зайка. Мы такие две не сможем откладывать. У нас в постель меньше. У нас где-то вот чуть больше, чем у этого. Больше гораздо. Больше, да. Короче, мы зацепились за подушки. Сейчас мы найдем такие подушки, как у нас, и покажем вам. Вот, наверное, у нас вот такого размера. Нет, Сереж, у нас гораздо меньше. Вот такого? Еще длиннее. Сереж, ну, я сейчас приду домой и буду мерить подушку. Знаете, говорю, у нас, наверное, точно такие. Мы, может, спим на разных подушках? Хорошо, что вы вместе. Так, а здесь уже пошли комплекты постельного белья. Ладно, все, ребята, подушки посмотрим потом. Сейчас гоним на кассу. Или куда мы гоним? Ну, в обувь сходим. В обувь. Нам очень не хватает обуви. Мы просто любим обувь. А мы любим свою зверушку. Котика свою. Ну, не пошли. Звер со мной. Вот 15 лет вживую и зову этого. Котик, котик, солнышко. А это, оказывается, зверушка. Где женская обувь? Я вообще не понял. Мы уже прошли обувь женскую. Она совсем не здесь. Ну, ты хочешь мне сюда пить? Проходи вперед, все пропускай. Котик, быстро узнаешь, какая-то майка стоит. Давай Антона по баллу. Это майка? Уже Саша маленькая будет. Ну, может и большие размеры. Майка Fortnite. Это то, во что играют дети. С ней какая-то еще человечек или нет? Да, какой-то человечек еще. Интересно, а большую размеры? Там, может, еще что-нибудь есть. Нет, просто. А что за человечек? Это просто игрушечка или с ней можно что-то делать? Только старается. Черный какой-то вояжер. А может Антоша? Ну, Антоша маленькая, она Саша маленькая. Ну, понятно, что она маленькая. Пошли покажем, какая обувь тебе нравится и погнались. Так я вообще ее еще, я вообще потеряла. Зайка, обувь вон там, мы очень перешли много. Да? Да. Я хочу показать, какой красивый вилс он продается за 25 долларов. Тут же можно присесть, вот Starbucks есть, внутри перекусить. Блин, кофе так пахнет, вам не передать. Но я думаю только что точно такого напился. Детская одежда здесь красивая. Ну, в общем, Target это очень большой магазин, в котором, скажем так, по постсоветским меркам, его можно назвать универсальный магазин. Вот я вижу сумки там, наверное, и обувь там. Значит, за сумками она. Зай, можно сказать универсальный магазин, да? Ну, да. Универмаг. Он, конечно, наверное, не такой большой, как Беларусь, но партизанский. Ну, Сережа, ты знаешь, ну я вообще думаю, что в Беларуси надо просто ассоциируется каким-то магазином детства. Нет, не, Зай, но он многоэтажный. Этот магазин просто в одном уровне. Зай, что-то обуви я не вижу реально. А, вон, нашли. Нашли обувь. Зай, что-то обувь. Вон, нашли обувь. Вон, нашли обувь. Просто посмотрим пару сумок. Пошел искать, наверное, Моришку. Маленький рюкзачок 27. Хочу большой посмотреть. Большой. 32. Но это не кожа, а искусственная кожа. В общем, сейчас очень много вещей из кожзама. И они очень хорошего качества. Выглядят очень хорошо. Распродажа 18 долларов. Как говорится, модная, молодежная. Точно такая серая есть. И другая серая есть. 100. Вообще 10 долларов. Стоило 36, стало 18 пополам. Это вот очень интересная серенькая. Такие сумки интересные нашел, Зайка. Какого цвета? Серого, черного, какого хочешь. Мне красный. Будешь кофе допивать? Допивать не сегодня. Кто будет кофе? Да. Нашла что-то, или что? А я показать хочу, просто. Во-первых, тебе тоже, как бы, можно показать. Подожди. когда ты ездил без меня то когда я покупал туфли вот эти в маршалс черные коричьи вот у меня коричьи да вот морюшке мы покупали вот такие а мы нам показывали вот такие вот вот такие каламбуры короче с этим торгетом творятся а сейчас мы вам еще покажем обувь из магазина shop.uway там вообще будете смеяться и плакать над ценами так вот издалека покажу зайка может побежим уже а то у нас мало время а мы все никак не это самое вот такие пляжные сумки всякие бижутыри зайка вот там пойдем так ты сумку хотела грануть и пошли солнечные зайчики солнечные зайчики сколько вот эти зайчики 15 долларов ой смотри какие близкучи 34 так и здесь я точно такой же покажу за 10 а показывает он собрел там черная сера вот там я стрелом только мне серая понравилась которая сзади да тогда с нами покажет ты снимите две и снимите и посмотри на ее цены и вот она по качеству она очень хорошего качества и как будто как настоящая позже но это конечно зам вот и стоит она вот столько она стоит 10 долларов и вот рюкзачок этот серенький покажи зайка рюкзачок 17 а стоил на тех сумках видно что пополам вот такая большая темина до серы за картошкой ходить покажи еще вот этот рюкзачок пожалуйста сейчас подожди смотрю блин короче ну по качеству типа типа замш это конечно искусственный замш такой интересный по цене что по цене 35 долларов стоит стоит он тоже интересно как настоящий все накажем сейчас выйдем скажем что мы отдали за что вышли мы из магазина таргет в общем чек у нас получился 40 долларов 8 центов вот и 20 долларов мы купили карточку подарочную для антошки на день рождения вот такая это логотип таргета можно написать от кого кому и указать сумму денег вот ну в общем беглый осмотр цен в очередной раз подтвердил то что это не наш магазин да в общем не то чтобы мы там жалеем деньги на продукты там сейчас кто-нибудь начнет говорить не могут позволить себе купить и прочее но покупать салат который в два раза дороже и в два раза меньше или покупать галлон молока который на доллар дороже в общем-то я не вижу большого смысла работать больше чтобы съесть дороже то что можно съесть дешевле вот опять же здесь взять тот же шоколад наверно сильно заслепляет не знаю если взять тот же шоколад то получается шоколад в два в два с половиной в три раза дороже ну в общем такие цены на любителя да но тем не менее как я вам и сказал что кто-то любит волмар кто-то таргет кто-то костку людей там очень много в кассе мы стояли перед нами было человека 34 до и касс работает много кстати больше чем сам складе за что сам складу должно быть стыдно ну тем не менее такой магазин есть мы покажем еще погуляем в нем покажем что можно купить покажем те же вот и постельное белье у нас спрашивали покажем игрушки все покажем когда будет немножко больше времени зайдем специально уже для этого потому что сегодня у нас получился такой спонтанный магазин и спонтанно что-то быстренько сняли вот и сейчас я вам покажу что все-таки вошло еще раз и как это выглядит значит 40 долларов 8 центов это три авокадо я вам сказал что мы купили три потому что и в общем авокадо попала по хорошей цене потому что те которые были в связке 4 они были очень зеленые а эти уже дозревшие вот два лука лук тоже по хорошей цене по нормальной перец вот такой вот скажем болгарский перец назывался да раньше там где мы это самое в беларуси сладкий да вот тут если вам видно вот такой у него что-то про него там написано он даже витамин кальций содержит 180 процентов это супер вот значит перчик перчик не намного дороже мндмс и мндмс и почти получились как хвоста хорошая цена получилась купили два патета чтобы пропаловать дочь и младшего сына чтобы мне так было обидно что антон их покидает на вечеринку два патета вот такого такие мандарины и два галлона молока в общем собственно получилось дорого только стоит сегодня молоко да все остальное мы купили получилось купить по нормальным ценам давайте еще раз поговорим про магазин таргет подведем итоги нашего захода чего мы там увидели вот и в общем наша цель была сегодня сходить таргет купить карточку которую мы успешно не купили карточку которую мы с первого раза не купили вернулись еще раз постояли в очереди в кассу и наша цель была купить молоко но уже раз пошли мы за молоком тоже купили там себе кого-то перца в салат лука мы решили вам показать все и рассказать про таргет и в общем вскрылись интересные факты до обзор был очень беглый там мы торопились хотя в то же время и что-то успели но не важно смысл в чем что вот мы потратили сегодня 40 долларов это пойдет так сказать в чек на месяц ну по большому счету скажем так не ну конфеты мы тоже едим в общем сегодняшняя корзина 40 долларов это получилось 20 долларов только мнд в костке хорошо мы не покупаем два вида сразу мы покупаем допустим с орехом да это мы уже тут что-то решили побаловать да и маму ребенок ночует на ней дома первую вот тогда нам когда первая вечеринка брая вообще очень волновалась я прям ночью думала нафига его отпустила туда нет но можно но он очень хочет и так вот значит мы потратили 40 долларов но что-то купили да вы видели и вот сейчас марина расскажет и мы вам скажем почему вот мы говорим что у нас на продукты получается 500 долларов и нам хватает а другие говорят как вы типа на 500 долларов вы все обманываете вы все грете нельзя прожить типа там пишет мама я вдвоем с ребенком или вот у нас семья такая же как у вас нам полторы тысячи не хватает вот вам простое объяснение мы вам показали что цены в разы выше в разы не на а в и сейчас маринка расскажет вот расскажи так как мы забыли забыли купить карточку я получается уже с продуктами стояла заказ 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 и видела как люди что беда и перед получается кассы 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 передо мной женщина ну и я как бы что ожидая серёжа начал рассматривать кто чем покупать но мне во первых это интересно вот и она складывала вдруг они купили что-нибудь то что мы не купили да так в общем я просто начал смотреть и надо складывать допустим туалетная бумага стиральный порошок ну я все потом но у нее просто очень много чем она привлекла мое внимание у нее был вот такой закуп как люди делают грубо говоря в костке как давай не люди а у них у нее была такая же тачка и она делала такую закупку как мы делаем в костке раз в две недели это понятно что значит она приехала опять же раз в две недели в этот таргет 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 ну в общем по привычке из белоруссии и по правилам как бы надо прочитать также но это слово исключение она читается таргет и вообще нам даже так ну в общем для тех кого не тошнит от слова костка нас поправляли для нас это все равно будет костка вы уж извините нам так привычнее и бла-бла-бла поговорим о еде возвышенном поговорим позже так вот и в общем подожди опять извиняюсь дико перебивать то есть на складывала и туалетную бумагу которая опять же в долларе стоит блин грубо говоря 3 доллара за то что она платит ну я думаю она заплатилась опять же в три раза дороже и как бы она ну там все и апельсинчик и лимончик и морковка ну вот как нормальная женщина приехала затарилась той хозяйка на закупки пришла на неделю а то там и мясо и я просто стою ну честно сказать неудобно стоять цену ну чек ты у нее спросила я просто для себя подумала что видят ну какие цены что это чек будет в разы больше чем но она получается любит ходить это ее можно на эту корзину потратила скажем весь наш месячный бюджет да вот поэтому некоторым людям не хватает тысячи или полторы вот этот миф мы и пытаемся разрушить ну что наверное на этом таргет влог считается торжественно закрытым мы подвели итог потому что все магазины хороши все любят свои магазины все тратят свои деньги все тратят свои деньги по своему и как хотят учить мы никого не собираемся учить мы никому не навязываем свое мнение абсолютно мы никого не заставляем ходить в костка всем склаб 99 центов в доллар 3 smart and final walmart все я номер у нас мы давно там не были вы там вообще наверно еще не были но собирать нас заходим то есть вот мы сейчас перечислили все наши любимые годовые магазины иногда конечно вот так вот забегаем какой-то там что-то купили что-то посмотрели не надо а почему-то ж не ходят люди которые ходят в тот же таргет не ходят как делать то что хочет